Hello, beautiful people! Всем привет, с вами Кэт. Сегодня будем разговаривать о трендовых интернет-словечках. Кстати, сразу оговорюсь, сленг это только хорошо, если ты сидишь в инстаграме, на фейсбуке и в интернете. Если собираешься сдавать экзамен и заберешь грамматику, то забудь, потому что сленг и грамматика это прямо вещи никак не связаны друг с другом, к сожалению. Сегодня мы с вами будем вайбить. Вот вам и первое сленговое слово. Есть у Ариана Гранде в песне такое слово, строчка. We vibing означает, что мы тусуемся, мы хорошо проводим время, мы как-то отдыхаем. Вот это вот все. We vibing. И, кстати, вот это вирусное видео знаменитое, ну вообще выражение, да, вирусное видео или становиться вирусным, либо viral video, но, как правило, используют не так. Говорят, что that video went viral. Это видео стало вирусным, разлетелось по всему миру. Вот еще одно вам сленговое слово. Наверняка, если следите за какой-нибудь там Ким Кардашьян, Тейла Свифт или вообще за какими-нибудь модными страничками, видели фразу Вообще, to slay означает убивать. Dragon slayer, убийца драконов или как там, не убийца, охотник на драконов. Короче, slay это убивать. Сейчас это уже по сленгу обозначает, когда ты очень-очень хорошо, круто выглядишь. Например, Это означает, что все очень красиво, так что аж глаза слепят. Из этой же серии, когда что-то очень хорошо выглядит, три фразы. Очень красиво, только что сделала брови, прям красота. Или, если видели какой-то мем, да, подпись бывает. When your makeup's on point, when your makeup's on fleek, означает, что очень красивый мейкап. Кстати, мем по-английски будет meme. По-русски мем, по-английски meme. Ну так, на всякий случай, если вдруг вам надо будет кому-то об этом рассказать. Из этой же серии, когда что-то очень круто выглядит, но, например, о событиях. Например, вечеринка очень круто прошла, используем слово lit. I'm sure the party this weekend is gonna be lit. Еще lit иногда используется для, например, We're gonna go lit, or we're gonna be lit. Когда вы там чего-то попиваете, употребляете, вот в этом смысле. Но, как правило, ты просто описываешь события, что что-то очень круто проходит. How was the concert last night? It was lit. Сюда же, в эту же категорию, it was popping. Вот это вам все словечки. Как видите, интернет это вообще такая площадка, где все в восторге друг от друга. Поэтому все эти on flick, on point, lit, popping и так далее. Очень даже нужны. Ну и русская фраза, когда что-то вам очень смешно, это говоришь, я ору. Это наш интернет-сленг. По-английски я бы перевела, oh my god, I can't stop laughing, I'm dying. Вот I'm dying, это когда очень что-то сильно смешно. Либо, опять же, если вас поразил чей-то наряд или что-то, и вы потрясены до глобелы души, можно сказать, I'm shook. Хотя, может, не самый лучший пример, но шук это, короче, когда ты в диком восторге. Ты даже не в восторге, ты очень удивлен чем-то, потрясен прям. Вот так. Еще наверняка видели фразу low-key, когда ты low-key что-то. Например, yeah, I'm low-key hating it. Это, кстати, грамматически тоже неверно. Hate обычно с инговым окончанием не используется. Но это интернет, поэтому все можно. Low-key делать что-то low-key означает секретно, тихонечко, чтобы никто не понял, по-тихому. Когда ты, типа, пишешь там сдержанные какие-то посты в твоих социал-медиа, говоришь, да, ну все прошло нормально, а на самом деле low-key hating it или low-key loving it. Когда ты не хочешь выражать какие-то эмоции, ты все это немножечко снижаешь тон и получается low-key. Еще, если слышали фразу I can't even, так вот она используется, фраза не закончена вообще, о чем это? Переводится просто I'm speechless, это синоним, да, когда у тебя просто нет слов. И все, это, конечно, предложение, то есть непонятненько, но это просто человек и закончились слова, то есть он не понял, что сейчас случилось и сказать ничего больше на эту тему не может, все. Потерял дар речи, вот это I can't even, это все, у меня закончились слова. Еще, 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 очень часто, в последнее время особенно, стало появляться слово stand. Stand, вообще-то, это имя, и вот именно в таком употреблении, сейчас это уже глагол, это из клипа Eminem, где у него там есть stand. Вот это тот самый stand из клипа Eminem, сейчас используется как глагол, когда ты мега фанат чего-то, когда ты идеализируешь что-то, прям для тебя это идол и вообще ты в шоке, you're a crazy fan, тогда ты stand. Причем используется как с предлогом, так и без, например, какая-нибудь фоточка Taylor Swift или Cardi B или кого-то, и под ней подпись. Мы в восторге от независимой женщины, или I stand for something, вот этот stand, это прям ты мега фанат, мега поддерживаешь и всячески восхищаешься этим делом. Потом, если, не все всегда гладко, радужно и красиво в интернете, если у тебя с кем-то какие-то терки, вот эти терки называются beef. Вот эта вот говядина, она на самом деле про то, что у вас именно какие-то терки, происходит какая-то вражда. Или to throw shade означает кого-то, ну по-русски мы говорим шеймить, но шеймить это немножко не то, throw shade это высказывать какие-то оскорбления. Можно вообще использовать, yeah, I'm low-key, I'm low-key throwing shade right now. То есть, когда ты высказываешь оскорбление, оно не настолько явно, то есть low-key использовали и throw shade одновременно. Недавно какая-то вышла песня Дрейка, и в статье было написано, что Drake is throwing shade at Kanye West in his new song. Да, что он там в песне какие-то делает референсы к Kanye West, которые немножко оскорбительные. И куча сокращений в интернете, все вот эти fam, family, причем не обязательно быть семьей, то есть я друзьям пишу, например, hey fam, если у вас групповой чат в ватсапе, ты пишешь, hey fam, how you doing, и так далее. Fam, family, totes, totally, totes amaze, it was totes amaze, it was totally amazing. Это прям вот американский тинейджер слэнк, такой вот прям, ух, хороший. Fave стоит, это сокращение от favorite, oh, that's my fave, вот эта вся история. Конечно, а, и еще два последних слова, когда кого-то называют basic, basic это как бы немножечко оскорбление. Basic, называть кого-то basic, это прям throwing shade в чистом виде, потому что basic это человек, который настолько неординарный, обычный и неинтересный, что вот прям вот хуже некуда, очень скучный, прям вот basic, basic, oh, she's so basic, вот так вот, да. Extra, и еще есть слово extra, extra это бы не то, чтобы наоборот, extra это человек, который делает что-то чересчур, прям он, это либо в одежде, либо в его поведении, например, ты говоришь подружке, слушай, давай сегодня у меня просто дома посидим, телек посмотрим, а она пришла такая в перьях, в блесках, вот это extra. Наверняка видели фразу, yeah, extra is my middle name, этот человек о себе говорит, или, oh, she's so extra, или don't be extra, это вот как раз, да, то есть поспокойней, веди себя, don't be extra, не надо, не надо перьев, вот такие словечки есть в интернете, наверняка их будет еще больше, если что-то вдруг вам придет на ум, пиши сюда, если что-то вызвало какие-то вопросы в интернете, и ты не понял, о чем люди говорят, пиши сюда в комментариях, и я отвечу, вообще пиши, что тебе интересно, чтобы мы на эту тему записали замечательное видео, и все тебе объяснили, и спасибо большое, подписывайтесь на пазл, смотрите больше видосов, учите английский, пока-пока!